Насчет амброзии. Амброзия, да, это очень вредное такое растение, которое растет даже, я вот смотрю, даже растет в асфальте, если только есть какая-то расщелина. У нее очень сильная корневая система, которая там доходит до 4 метров. Она вытягивает все питательные вещества, но это больше всего, поймут меня, сельхозработники. Она является вредителем всех сельхозяйственных культур. И самое страшное, это цветение. Цветение начинается где-то в начале сентября. Самый опасный период. Но до этого времени надо что-то делать. Что делать? Самый эффективный сегодня метод, это механический. Потому что химические препараты, я говорил уже, применять на территории города нельзя. Биологические методы приемлемы, но они очень дорогие. Мы закупили порядка 500 литров препарата Бишофит, который мы обрабатываем. Да, есть очень хороший положительный эффект, но по себестоимости квадратный метр, я не помню точно, но очень дорого выходит. Поэтому, что мы применяем? Совместно с общественной организацией, я сейчас не могу точно сказать, как она называется, забыл. Мы составили карту города. Все жители города, они высылают в электронном виде на эту карту свои данные, где они заметили очаги амброзии. Мы стараемся ее локализовать. Локализовать каким образом? То есть, кошение. Кошение или обыкновенный прорыв. Вырывать растение с корнем. Вся территория, согласно со второго решения, ну, зелентрест не может охватить. Поэтому мы подключаем своих инспекторов. Насколько мне известно, сейчас Анатолий Орловский будет провести совещание с ЖЭКами и СОНами по поводу амброзии, чтобы они тоже подключались. Потому что, ну, как наши люди, да, амброзия куда? В зелентрест. Согласно со второго решения, зелентрест обслуживает все зеленые зоны, парк и скверы. Придомовые две территории, согласно правил благоустройства, относятся к ЖКС, СОНам и всем, кто эксплуатирует жилищные здания. Поэтому надо только как-то совместно, да. Очень большая беда – это частный сектор. Например, люди с частного сектора пишут, вот я не могу, я вчера смотрел почту, я не могу подойти к своему дому, потому что пыльца, и это вызывает аллергию. Ну, естественно, согласно правил благоустройства, вокруг жилого своего дома человек должен убирать. По нашей территории, по нашей территории, мы в основном ее скашиваем, да, где-то периодически мы обрабатываем препаратом Бишофит. Так сказать по городу сильно нет. Самая большая беда у нас по Амброзии – это подъездные пути. Все поля орошения в Амброзии, Киевская трасса, Маякская, Молдавская, вот эти все направления, если поехать, там Амброзия стоит в пояс. Естественно, передается, люди ее переносят, животные, птицы, все заносится в город. Одно растение дает порядка тысячу семян. В схожестве, если она попала где-то в землю, она может простоять до 50 лет и ждет только благоприятных условий, когда ей надо будет сходить. Только пошли благоприятные маленькие влаги, она пошла. Поэтому само растение, оно двухлетнее. К чему я веду? То есть, если до периода цветения ее прокосить, чтобы она, главное, не дала цветков, на следующий год она сама просто пропадет. И так периодически, только механическим способом, пока найдут какие-то более выгодные препараты, более дешевые.